Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет читаем книгу Захарии. На очереди восьмая глава. Главная тема этой восьмой главы — мессианское спасение. И здесь перспектива пророческая — это уже не ближайшее к пророку будущее, а это отдаленное будущее, то, что называется последними днями или той эпохи, которая наступит после Дня Господня. И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф. Постоянно повторяется Господь Саваот. Тетраграмма плюс вот этот титул Саваот. Господь воинств, Господь сил, Господь армий. Возревновал я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом возревновал я о нем. Здесь Господь уже гневается не на свой народ. Гнев на свой народ у Господа прошел. Народ был наказан, помилован, вернулся. Здесь Господь гневается, обращает свой гнев против врагов народа Божьего. И с великим гневом Господь ревнует о Святой горе, о Сионе. Пророки и Захария не исключение. Большинство израильских пророков, они, конечно же, сионисты. И Сион, Святая гора Иерусалимская, занимает центральное место в очень многих пророчествах, от Исаии до Захарии, как мы видим. Огромное количество текстов, посвященных Сиону, плюс псалмы Сиона, сионистские псалмы, которые в псалтире. Образы, дева Сион и так далее. Все это очень важно и является для нас тем будущим, к которому стремится не только Израиль, но все человечество. Как сказано у Исаии и у Михея, все народы придут к Сиону, в Иерусалим, ибо оттуда выйдет закон и научит Господь все народы ходить по путям своим. И не поднимет народ на народ меча, не будут учиться войне, перекуют мечи на орала, копья на садовые ножницы. Прекрасные вот эти вот эсхатологические картины грядущего мессианского царства. И центр этого царства это Святой Град, Град Господень, Град Мессии. И центр этого Града это гора Сион, где царствует сам Господь. «Обращусь я к Сиону, говорит Господь, 3 стих 8 главы, и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни». Гора Господа Саваофа это и есть Сион, Цион, Иерусалим, святая гора, святой Град, святая земля. И оттуда, как от жилища Господня, идет освящение всей Вселенной в Царстве Господнем. Понятно, что для Захарии ближайшие перспективы, надежды, связанные с возвращением всех народов, возвращение израильтян, евреев из всех народов, собирание их вновь воедино на святой земле Израиля. Прежде всего, эта тема звучит, но она постепенно сменяется, и мы увидим, как в 20 стихе и дальше этой главы эта тема приобретает уже не конкретно исторический характер, интересующий прежде всего иудеев времен Захарии, приобретает характер универсалистский, и касаться будет всех народов. Те народы, которые отдадут пленников Сиона и отпустят их обратно в святую землю, они сами потянутся потом к Сиону, чтобы научиться ходить путями Господними. Об этом мы прочтем еще в этой главе. А пока для пророка эти две перспективы как бы сливаются воедино, и пророк видит, что уже не за горами. Вот то, о чем здесь говорит Господь. «Так говорит Господь Саваоф, опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке от множества дней. Когда старики живут долго, в их руках посохи, это значит мирное время, значит давно не было войны». И стихи здесь, как часто в пророческой поэзии вместе с отроками, они являются в этой картине наследниками того благоденствия, того мира, который ожидает. Пятый стихи «Улицы города сего Иерусалима наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его». Тут какая-то перекличка даже с новозаветным текстом. «Играли на свирелях, на улицах дети». Темы евангельские, Луки прежде всего. «Так, — говорит Господь Саваоф, — если это в глазах оставшегося народа покажется дивным во дни сии, то неужели оно дивное и в моих очах?» «Говорит Господь Саваоф». Риторический вопрос. Конечно же, для Господа нет ничего удивительного. Для Бога, который все знает, и от Него ничто не сокрыто. Для людей, люди удивляются, как это так, казалось бы, сбываются пророчества, и народ возвращается, избранный Божий народ возвращается и поселяется, и живет мирно на своей родной земле и в Святом Граде Иерусалиме. А для Господа ничего удивительного, это давно было в Его планах. Седьмой стих. «Так говорит Господь Саваоф, — «Вот я спасу народ мой из страны Востока, из страны захождения Солнца». Из тех стран, где Солнце восходит, до тех стран, где Солнце садится и тонет в морской пучине. То есть со всех самых дальних островов и со всех континентов Господь соберет Свой народ в грядущем мессианском царстве. Спасет, извлечет их оттуда. «И приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, а я буду их Богом в истине и правде». Истина и правда всегда идут вместе. Сритостость, облабызасттость и так далее. Эти все поэтические строки сразу вспоминаются. «Не может истины быть без правосудия». И правосудие, здесь «здака», «правда» переведено, на самом деле речь идет о справедливом суде, не может быть правосудия без стояния в истине. И в истине человек не стоит, если он совершит неправый суд или, не дай Бог, лжесвидетельствует на кого-то. «Будут моим народом, и я буду их Богом». Завершится вот тот период, когда народ впадал в тяжкие преступления пред Богом, и когда Господь сказал через пророка Осию, «Вы не мой народ». И даже символическое имя получает один из детей пророка Осии. В начале книги мы об этом читаем у Осии. «Ло Амми» называет «немой народ», а дочь называет «Ло Рухама», «непомилованный». Вот здесь уже помилование, и здесь народ называется народом Божьим. Сам Господь называет его своим. Ну, а Израиль, соответственно, называет Господа своим Богом. Не Ваала, не Малоха, а Господа Бога Израилева. Так говорит Господь Саваоф, «Укрепите руки ваши, слышащие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа для создания храма». Похоже, что здесь речь идет об основании созданий второго храма. О пророке это Захария Гей. «Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд животных, ни уходящему, ни приходящему, не было покоя от врага. И попускал я всякого человека враждовать против другого». Этого уже не будет. Не будет больше вражды, будет мир, и не только в святой земле Израиля, но по всему лицу земли. Будет несокрушимый, непоколебимый мир. Этот мир пророки предсказывают. И мы должны быть, как учит нас Господь Иисус Христос, миротворцами, чтобы наречься с сынами Божьими. Молиться Господу Богу о том, чтобы в сердцах всех людей установился этот нерушимый, несокрушимый Господний мир. Ну, не только молиться, но и предпринимать другие усилия миротворческого характера, чтобы не было войны, чтобы не враждовали люди друг против друга. Особенно это прискорбно, когда люди одной веры и даже одного народа начинают друг с другом враждовать. Вот этого быть не должно. Но если мы хотим наследовать тот мир, о котором предвозвещают нам пророки, в том числе Захария. А ныне для остатка этого народа, израильского народа, 11 стих, я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф. Нет больше вражды и нет больше наказания, есть прощение и мир. Этот благоденственный мир, он проявляется в изобилии, которое вдруг вновь на святой земле. Земля перестает быть пустынью, она становится цветущим садом. От края до края все цветет, все благоухает. Благоухание, цветение, лоза даст свой плод. Прочтем с начала 12 стиха. Ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это я отдам во владение оставшемуся народу моему. Народ Божий, народ Господень, народ эсхатологического грядущего мессианского царства, а не только те остатки израильских колен, которые вернулись из Вавилонского плена. Здесь есть, конечно же, какое-то совершение этого пророчества, сбытие и в персидскую эпоху, несомненно, но это лишь начатки исполнения пророчества. Полного исполнения это пророчество еще ждет в той эсхатологической перспективе мессианского царства, которое грядет, которое мы называем царством Бога и Христа его, и верим, что тому грядущему царству, будущему, не будет конца, в отличие от персидской империи или там империи Александра Македонского, не будет конца. Так вот, «И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши». Господь сменил свой гнев на милость, когда Кир II издал в 538 году эдикт о возвращении остатков Иудея в Иерусалим, святую землю, и они вернулись с сосудами храма и начали отстраивать город и храм. Господь сменит гнев свой на милость и уже меняет, когда сегодня мы видим, как со всех краев, со всех земель возвращается израильский народ в Эрец Исраэль, и там отстраивает Иерусалим и святую землю. Она действительно из пустыни, из вот этих вот малярийных болот, которые были там сто лет назад, превращается вновь в цветущий сад. Кто бывал паломником святой земли, тот видел, как эта земля действительно благословенная Богом цветет и радуется божественному помилованию, божественному прощению и тому, что населяют ее по пророчеству Захарии, вновь те, над кем когда-то был гнев Божий. Простил Господь и помиловал свой народ. Так вот, продолжается пророчество, 14 стих. «Так, говорит Господь Саваоф, как я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневляли меня, говорит Господь, и не отменил, так теперь я определил в эти дни садея доброе Иерусалиму и дому Иудину, не бойтесь». Гнев сменился милостью. Поэтому народ должен жить благочестиво. В народе должны торжествовать истина и правосудие. Это самое главное. Так, да, определил Господь. 16 стих. «Вот дела, которые вы должны делать». Вот 16 стих. Дальше 17 обличительный. Говорят о конкретных делах, которые человек должен делать, чтобы быть под этой милостью Господня, а не под гневом. «Говорите истину друг другу по истине и миролюбно судите у ворот ваших». Истина и правосудие должны быть в народе. «Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Нельзя делать то, что Господь ненавидит, а ложная клятва, ложный суд и прочие все преступления Богу ненавистны. Поэтому они должны быть ненавистны и народу Божьему, кто хочет быть Господним рабом». С 18 стиха и дальше, 19 стих. Опять тема поста, которая была в предыдущей главе. «И было ко мне слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф. Пост четвертого месяца, и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир». Вот здесь истина соседствует не с правосудием, а с миром. И это тоже один из аспектов благоденствия, в котором будет пребывать народ. И вот здесь звучит призыв, чтобы скорее наступило это благоденственное царство Божие, изобилие, радость, мир, непоколебимый. Должны люди, чтобы возрадоваться, возвеселиться торжеством, должны любить истину и мир. Истина, мир и правосудие, о котором говорилось выше, это необходимые компоненты для стяжания божественного милости Божьей. Вот здесь дается ответ на тот вопрос, а зачем поститься, и нужно ли поститься, когда почти восстановлен храм, когда закончился плен, народ вернулся. Вот здесь перечислены четыре поста. Четыре поста. Пост десятого месяца, это скорее всего пост о воспоминании того, когда вавилоняне сделали первый пролом в осаждаемом граде. Первый пролом в стене Иерусалима произошел в десятый месяц. По тогдашнему счислению месяцев от месяца Ниссан следует отсчитывать месяцы, которые выпадают у нас на весну. И в седьмой и восьмой главе, когда идет счет месяцем, имеется в виду от месяца Ниссан. Как сказано в двенадцатой главе книги Исход, месяц сей да будет у вас первым среди месяцев, главой всех месяцев. Ну, правда, одновременно могло существовать несколько календарей. И иногда со сбором урожая начинался Новый год осенью. Но в более древние времена, весной, действительно, два еврейских календаря, они не очень-то друг с другом сочетаются. Но вот здесь тот календарь, согласно которому Ниссан является первым месяцем. Вот, ну, десятый месяц. Хислеев там вот упоминался, Хаслеев девятый, за ним идет десятый и так далее. То есть, зимние месяцы здесь девятый, десятый. Возвращение всех рассеянных иудеев, храм отстроен, пост не нужен больше. Радость и веселье, радость, веселье, праздник, торжество не могут сочетаться с постом. Если пост в знак траура, скорби и покаяния, то тогда нет места радости и веселью. Если веселье и радость, жизнь торжествует, то какой тогда может быть пост? Не может пост быть по календарю. Вот наступил пятый месяц, давайте поститься. Нет. Пост тот был необходим и нужен. Для чего? Скорбел, изгнанный со своей земли народ Божий. Скорбел, плакал о своих грехах. Но когда получил помилование, был Богом прощен, вернулся в свою землю, отстроил храм, то не надо уже и поститься в эти самые месяцы, связанные с разрушением первого храма, с воспоминанием об этом разрушении. Пролом в стене, оккупация, сожжение и так далее, плен. Все это прошло. Храм отстроен, в нем нет никаких недостатков. И стены Иерусалимские скоро будут отстроены, и не будет в них проломов. Но в асхатологической перспективе Иерусалим, или как у Иоанна, небесный Иерусалим, это образ вообще царства Бога и Христа, его это образ пребывания человека, непрестанного пребывания человека в Боге и с Богом. Будет Бог все во всем, скажет другой апостол. И не случайно в Иерусалиме, грядущем, новом, вот этом грандиозном городе, который трудно даже измерить, не будет храма. Потому что каждый житель этого нового Царства Божьего, он будет иметь постоянный, непосредственный, неопосредованный доступ к Богу. И не нужны будут посредники, священники, храмы, и все это будет не нужно. Человек будет постоянно общаться с Богом, без посредников, и не в каком-то одном месте, вот в храме, во всем Царстве Божьем, во всем Иерусалиме. Так говорит Господь Саваоф, 20 стих. Вот с 20 стиха и дальше вот эти все картины, они приобретают универсалистский, универсальный характер картины грядущего Мессианского Царства. Еще будут приходить народы и жители многих городов. Если выше речь шла в основном об иудеях, об остатках вернувшегося из вавилонского плена иудейского народа, то теперь речь идет о всех народах, все народы участвуют в торжестве Иерусалима. И пойдут жители одного города к жителям другого, пойдут жители Балашихи к жителям Мытищ, и скажут, пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа. Вот, и дальше здесь синодальный переводчик курсивом набирает и каждый скажет, а в еврейском тексте нет этих слов, они добавлены по кажущемуся синодальному переводчику смыслу, пойду и я. Действительно, Иерусалим, Сион будет центром освящения для всех народов, центром, откуда исходит познание Божие, и все народы, наверное, да не наверное, а точно будут ходить в мире, в истине и в правосудии, в том, о чем, чего сегодня нет в наших странах, вон их сколько, 200 стран, более-менее, да, нет ни в Кампучи, ни в Гондурасе, ни в России, ни в США, того, что будет, о чем говорят пророки и что непременно совершится. И вот удивительная картина, все народы вместе с единым народом Божьим составят единый народ, народ Божий, и невольно вспоминается тот образ, та метафора, который предлагает апостол Павел в одном из своих посланий, именно посланий к римлянам, все народы, словно ветви дикой маслины, привьются к природной маслине, то есть к израильскому народу, к домашней маслине, будут привиты самим Господом и составят с ней единое древо, оливковое древо, маслину, и уже не будут эти ветки дикими, они будут одомашненными, будут в доме Господнем, в его божественном саду, в святой земле, и вот это древо, маслина, и ветки, как бы метафорически изображающие собой разные народы, это очень удивительный образ, и в этом образе, конечно же, нет противопоставления народов и Израиля, Израиля с одной стороны, и народов земли с другой стороны, вместе через Христа, Мессию, Царя, мы прививаемся все народы земли, негры, удыгейцы, кеты, русские, татары, украинцы, все прививаемся к единому народу, становимся вместе с Израилем единым Израилем, единым народом Божьим, не старый Израиль и новый Израиль, а единый, вечный Израиль, которому мы, дикие ветви, привились и стали с ним единым целым, стали Израилем. Вместе с самим Израилем. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Вот опять лицо Господа, да, Сион, Иерусалим, там, такое вот антропоморфическое выражение используется, лицо Господа, взыскать лица Господа. Буду взирать на лицо твое, на образ твой, в псалмах мы читаем, то есть, буду молиться в Иерусалиме. Так говорит Господь Саваоф, заключительный стих звучит этого пророчества. Так говорит Господь Саваоф, будет в те дни возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея, длинные полы одежда, за полу возьмутся и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. Вот удивительное пророчество здесь, мессианский характер имеющий, христианский характер. Действительно, десять человек, всех народов земли по количеству больше, чем Иудеев, поэтому такой удивительный, замечательный образ здесь. Десять человек из разных племен и народов ухватятся за полу Иудея, другие десять человек за полу другого Иудея скажут, ну отведите нас скорее в Иерусалим, на Сион, потому что мы слышали, что с вами Бог, не с нашими Зевсами и Перунами, а с вами Бог, и мы за вами пойдем. И вот этот процесс шествования, когда ухватились за полу Иудея и сказали с вами Бог, пойдем мы с тобою, вот этот процесс начался с апостольской проповедью и продолжается до сих пор, пока, наконец, не свершится, не сбудется то, о чем говорит Захария и целый ряд других пророков, пока вся земля, святая земля Израиля и вместе с ней вся вообще земля и все мироздание не будут, не будет на них вот это царство Бога и Христа, его мессианское царство, мессианское эскатологическое царство, грядущее царство Божье, которое провозглашают, проповедуют пророки, его наступление скорое, и которое затем провозглашает и проповедует Христос в Евангелии, а за ним апостолы, и которые призваны провозглашать и проповедовать мы, дорогие зрители канала Экзегет. Субтитры создавал DimaTorzok